Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет. Представляю вашему вниманию интересный телефон Nokia 3100, который был выпущен в 2003 году в третьем квартале. Этот телефон относится к среднему классу. Построен на платформе серии 40. Имеет вот такую батарейку на 800 мАч, которая в режиме разговора выдерживала 6 часов и в режиме ожидания 410 часов. Телефон на одну полноразмерную карточку. Специально показал вам, как она вставлялась. Данный телефон у меня в голубом цвете. Также они были в четырех цветах. В красном, в белом, в голубом и в сером. Данная модель представлена у меня в голубом цвете. Корпус полностью пластиковый. Дисплей у нас имеет разрешение 128 на 128 точек. При его размерах 27,3 на 27,3 мм. В него влазило 5 строк рукописного ввода. Данный дисплей имел 4000 цветов. Вес данного аппаратика вместе с аккумулятором был 85 грамм. Размеры данного телефона 102 мм на 43 мм при толщине 15 мм. На верхней грани мы видим кнопку включения-выключения телефона. Также левая грань, верхний угол. Есть отверстие для ношения телефона на шнурке. Правая грань мы видим прорезь для громкого динамика. Нижняя часть у нас толстый штекер. Это зарядное гнездо и гнездо для передачи данных на компьютер и для подключения наушников. Так, вроде по технической части все вам рассказал. Данный телефон имеет Ява-приложение. Чем интересен данный телефон? Когда входили смс или звонки, Вот эта вот панелька в темноте, она мерцала. Очень приятный такой, прикольный момент. Ну, давайте зайдем в телефон сам и посмотрим. Первая папочка это у нас сообщения. В данной папке хранятся входящие и сходящие сообщения смс и ммс. Данный телефон имел 484 килобайта памяти. И поэтому в нем могли поместиться 150 обычных смс-сообщений, 50 графических сообщений и 15 ммс-сообщений. Но длина каждого не должна была превышать 45 килобайт. В противном случае он вмещал их меньше. Выходим с этой папки. Следующая папка. Это папочка звонки. Значит, в этой папке у нас хранились входящие, исходящие и пропущенные вызова. Данный телефон мог в себе сохранить в памяти 10 пропущенных, 10 принятых и 10 сделанных звонков с указанием даты и времени звонка. И что еще интересно, что когда, например, мы выходили и нажимали на кнопку позвонить, то сразу высвечивался последний номер телефона, на который мы звонили. Также в этом телефоне был автодозвон до 10 попыток. Также было автоматическое поднятие трубки. Он работал только с гарнитурой, эта функция. Или с автомобильным комплектом громкой связи. Ожидание вызова, удержание вызова, переадресация вызова, счетчик времени разговоров. Все есть в данном телефоне. Следующая папка, контакты. Контакты, значит, данный телефон мог в себя занести, короче, мы могли занести в данный телефон 300 имен. На каждого абонента мы могли внести до трех телефонов на одно имя, на него поставить мелодию, на него поставить фотографию. Можно было проводить конференц-связь до пяти участников в одном разговоре. Также есть встроенная громкая связь в данном телефоне. Следующая папка, профили. В профиле здесь у нас хранится главный, на улице, тихий. Здесь мы могли настроить звонок, мелодию. Давайте я вам покажу. Вот настройки. И первая. Здесь мы могли поставить звонок, один звонок или отключить полностью звонки. Дальше. Вторая папочка. Здесь у нас собраны все рингтоны, которые хранятся в телефоне. Здесь у нас есть вибровызов, полифонические мелодии на четыре тона. Старые, интересные мелодии от Nokia. Далее. Громкость, которую можно сделать было тише, можно было сделать громче. Далее. Также можно было включить и отключить вибрацию. И выбрать мелодию на сообщение. Выбрать тон клавиши, громкость. Все это делалось в этой папочке. Следующее. Настройки. В настройках у нас были персональные настройки для данного телефона. Были настройки для дисплея. Можно было установить время, дату на данном телефоне. Также можно было настроить звонки. Ответы. Какой клавиша это делать. Настройки телефона. Язык. Так как телефоны пришли из Германии, то он имел или автоматический язык. Или вот смотрите. Первый шел английский, немецкий, французский, итальянский. Это вот были европейские языки. Русской прошивки в данной модельке моей нет. Можно было сделать приветственную надпись. При загрузке телефона она бы высвечивалась. Можно вручную и автоматически выбрать сеть, что очень удобно. Можно заблокировать карточку. Короче, напичкан по полной программе. Также есть настройки дисплея. Здесь у нас были картинки, которые можно было поставить на заставку. И вот давайте поглядим. Наверное, сделаю вот так, покрупней. Вот такие вот заставочки были в данном телефоне. Вот эти заставки были в данном телефоне. Далее. Здесь у нас был будильничек. Можно было поставить мелодию и на какое время он устанавливался. Галерея. В галереи у нас хранились картинки, которые он только что показал. И мелодии на телефон. Галерея. 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 ну вот так красиво он выглядит далее календарь в календаре мы могли сделать на каждый день до 30 заметок игры данный телефон мог загрузить себя так как имел я во приложение поддержку до 6 игр не больше давайте посмотрим какие есть есть у нас bowling ну отлично практически все уложил следующая у нас мой любимый змей который кушает яблочки тут уже на цветном дисплее прикольно смотрится дальше и пляжное ралли гонки по моему на машинах я не проверял управление можно было курсором и таким 542 . ну как-то так следующая папка приложение здесь у нас можно было добавить приложение и посмотреть сколько осталось а в памяти место экстра здесь у нас есть калькулятор есть у нас секундомер таймер и сервисы выход в интернет данный телефон имел в об 1 2 1 gpr из 4 класса и разъем для передачи данных по порт как он называется и сервисы и этого и стара здесь мы могли перейти прямо в письма контакты как мы видим данный телефон не поддерживает русскую прошивку но все телефоны и все смс ки и у русские на украинском языке как мы видим читает очень даже хорошо пути наверно проверим как работает данный телефон на громкой связи то что я вам обещал и посмотрим как мы видим громкость данном телефоне работает даже очень ничего громкая связь есть даже глухой услышит как работает данный телефон но такой сегодня телефончик я такой телефончик я сегодня вам рассказал кому понравилось ставим пальцы вверх кому не понравилось ставим пальцы вниз пожалуйста репостим это видео подписываемся ставим пальцы лайки дизлайки и комментируем все ребята всем спасибо до новых встреч пока пока